Доброе утро всем! С вами сегодня Джилета Шинкао, хореограф фитнес-клуба «Идеал». Сегодня мы с вами будем разбирать танец Республики Чечня. Особенность этого танца тоже отличается именно от нашей культуры в том, что им дозволено поднимать руки высоко, практически на уровне своего уха. То есть они поднимаются, если ручки, то в них они двигаются наверху. Я вам покажу несколько движений, естественно, такие легкие, которые распространены во всех танцах. В дальнейшем, просто чтобы вы понимали, что Дагестан Республика и Республика Чечня, у них различные танцы, но максимально схожи в том, что у них поднимаются руки высоко. Но, например, в Дагестане они практически наверху не держатся, а здесь вот эта особенность, что в Чечне, в войнахских танцах руки практически всегда наверху. Итак, приступим. Первое движение. Я показывала вам перед этим, что у нас есть первая-вторая позиция хореографической терминологии. Тут есть то же самое. Первая позиция, вторая позиция, но какая особенность? Если первая позиция, у нас правая рука перед собой, левая у нас идет уже не в сторонке, а поднимается наверх. При этом смотрим, что у нас рука неровная, у нас чуть-чуть сломлена, и кисть также сломлена. Они смотрят наверх, сломлена. Правая рука у нас перед собой, то есть если мы опускаем, так же опускаем локоточками. Вторая позиция тоже самое, только наоборот. Вот теперь у нас правая рука наверху. Это что касается первых двух позиций. Следующее движение. У нас руки поднимаются на уровень плеч, и отсюда вам на 90 градусов они приближаются к нашему личику. То есть мы не должны их тянуть прям максимально к лицу. Нет, ни в коем случае. То есть 90 градусов. При этом мы смотрим, что наша кисть обязательно должна быть сломлена. Мы ее ведем одновременно обе руки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Пожалуйста, обратите внимание, что когда я руку возвращаю назад, у меня локоть не свисает. Я его держу на одном уровне. И она у меня практически всегда на одном уровне находится. Легкое колебание возможно. Но следите за тем, чтобы ручки у вас не были прям совсем внизу. Еще раз покажу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Следующее движение. Что происходит? Мы поднимаем также руки на уровне плеч. Затем правая рука. Мы тянем ее к себе. Кисть у нас смотрит вниз. Когда мы согнули ручку практически пополам, она у нас поднимается через наше личико наверх. Затем мы можем сделать либо оборот, либо же красиво опустить ее. То же самое левая рука мы поднимаем, делаем раз, два, три, четыре. И допустим, сделали оборот. В принципе, все. Это вот такие три легких движения, которые танцуются каждой девушкой. И еще такой маленький нюанс. Войнаские танцы, они безумно нежны в плане гибкости. То есть, поэтому обращайте внимание, то, что если мы можем себя контролировать, мы руки не поднимаем внизу и не позволяем какой-либо излишней нежности, здесь же у нас больше именно нежности. То есть, это все делается пластично и медленно. Ход ногами там ничего особенного, обычный счет. То есть, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Вот обычный наш счет. Поднимаем только пальчики. В целом, все. Сейчас я вам покажу это, конечно же, под музыку. Надеюсь, вам обязательно понравится. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!